Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милост Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди Закат и милостыня и их роль в развитии общества. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит о своей священной книге. Совершайте намаз, выплачивайте закат и клоняйтесь вместе с клоняющимися. Я свидетельствую, что не божество, кроме одного лишь Аллаха, у которого неся товарища. И свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да, благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейство, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне, вплоть до судного дня. А затем, исламский шариат создал для людей правильную социальную систему, основанную на сочувствии, взаимозависимости и солидарности. Пророк Мухаммад, мир ему благословен, и Аллах говорит, «Свои любви, милосердия и сочувствия по отношению друг к другу, верующие подобны единому телу. Когда одну из частей его поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой». Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, также повидал, «Поистине, когда у ашаритов возникали затруднения с едой во время военного похода, или когда им не хватало еды для детей в городе, они складывали все, что у них было, на один кусок ткани, а потом поровну делили собранные между собой, отмеряя каждому его долю одним и тем же сосудом. Они такие же, как я, а я такой же, как они». Соответственно, Ислам приписал закат, считая его одним из своих столпов, и поощрил дат милостыню, считая ее одной из величайших дверей к добру, что способствует удовлетворению потребностей нуждающихся и облегчению их страданий. Всевышний Аллах говорит, «Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвесить их». Он возместит все, что бы вы не израсходовали, он наилучший из дарующих удел. В хадисе пророка Мухаммада, мир ему благословение Аллаха, говорится, «Ислам зиждится на пяти столпах, свидетельство о том, что не божество кроме Аллаха, и что Мухаммад, посланник Аллаха, совершение намаза, выплата заката, половник чистого кабы и пост в Рамадан». Кто размышляет о Священном Коране, тот находит, что Всемогущий Аллах во многих местах сочетал закат с величайшей, самой почетной и высшей обязанностью, молитвой, проявляя почтение к нему и поощряя его выполнить. В Священном Коране говорится, «Совершайте намаз и выплачивайте закат». Все то доброе, что вы предварите для себя, вы найдете у Аллаха. Воистину, Аллах видит то, что вы совершаете. Кроме того, шариат предостерегает от небрежности в плата и заката. Аллах Святу Невиле говорит, «Пусть и не думают те, которые скупятся расходовать то, что даровал им по своей милости Аллах, что поступать таким образом лучше для них. Напротив, это хуже для них. В день воскресения их шеи будут обернуты тем, что они жалели. Аллаху принадлежит наследие небес и земли. И Аллах видит о том, что вы совершаете. «Валладзина я книзу надзахаба вальфиддата вала юнфикунها фи сабилиллахи фабаширхум би азабин алим яума юхма алейха фи наари جаханнама фатуква биха джибаху хум وجунубу хум вазухуру хум. Хаза маканазтум ли анфусикум фадву кума кумтум тэкнизун. Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха мучительными страданиями. В тот день они, то есть накопленные ими сокровища, будут раскалены в огне гиенны и ими будут заклемены их льбы, бока и спины. Им будет сказано, «Вот то, что вы копили для себя, вкусите же то, что вы копили». Ибн Аббаз, да будет доволен ими обоими, Аллах сказал, «Три аята были ниспосланы в сочетании с тремя другими. Они должны быть приняты вместе. Пренебрежение одной из них означает пренебрежение другой». Первый аят «Повинуть с Аллаху и повинуть посланнику». Таким образом, повиновение Аллаху без подчинения Его посланнику не принимается. Второй аят «Совершайте намаз и выплачивайте закат». Таким образом, тот, кто совершает молитву, но не выплачивает закат, его молитва не принимается. Третий аят «Анишкур лива лива лидайк» «Благодари меня и своих родителей». Таким образом, если кто-то благодарен Аллаху и плохо относится к своим родителям, его благодарность Аллаха Аллаху не принимается. Нет сомнений в том, что милостыня поддерживает роль заката в реализации его общественной роли, поэтому честь и шаря призывает и поощрять ее. Посланник Аллаха да благословите его Аллах приветствует, сказал, «Поистине» следует в Плачеват «Симушиста» не только закат. Аллах слава ему и величия тоже говорит «Лейсал Бирра ан тувалу в жухахум кибалл машрик вал мавриб, валакинал Бирра ман аман биллахи вал яум алахир вал малайкати вал китаб вал набийин в аятал маал вал каминал кибалл львы и билл львы львы и львы благочистое состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочистое в тот, кто уверовал в Аллаха в последний день, в ангелов, в Писании, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим». Вот что я хотел вам сообщить, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение последним изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семьи, сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до Судного дня. Дорогие единоверцы, закат и милостыня приносят великоплоды, в том числе, во-первых, благословение и великая награда. Всемогущий Аллах говорил «Ямхаку Аллаху риба ва юрби садакат. Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертвования. Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, повидал. Каждый день, когда рабы Аллаха просыпаются утром с небес, обязательно спускаются два ангела, один из которых говорит о Аллах, возмести расходующему свои средства, а другой говорит о Аллах, приведи скупого к гибели». Во-вторых, закат и милостыня – одна из причин хорошего самочувствия. Посланник Аллаха да благословите его Аллах и приветствует из рёк «Лечите ваших больных раздачей милостыней, сохраняйте ваше имущество, выплачивая закат, и удаляйте от себя быды, вызывая Всевышнему Аллаху и прося у него». Посланник Аллаха да благословите его Аллах и приветствует также из рёк «Милостыня отводит гнев Господа и оберегает от плохой смерти». Закат играет важную роль в достижении общественного баланса и развития области милостыней, значительно расширённой, включая непрерывную милостыню, общественную милостыню, милостыню в форме проектов и инициатив, таких как проекты по облигациям жертвоприношения, проекты по продовольственным облигациям, проекты обеспечения одежды, восстановления домов или создания возможностей для трудоустройства и другие виды благотворительности, которые способствуют оказанию гуманитарной помощи самым нуждающимся семьям и регионам или развитию общества. Нам же нужно придерживаться благочестия, поддерживать родственные связи и общественную солидарность, чтобы преобладала любовь, царила братство и достигалось развития. Вааллах! Защити нашу страну Египет и все страны мира! Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракету.